Здравствуйте! 15 февраля у нас исполняется 460 лет со дня рождения Галилео Галилея, одного, бессловно, из величайших, известнейших ученых за всю историю науки. Ну и сегодня у нас небольшой о нем рассказ, исторический час под названием «Искатель истины», где мы расскажем о жизни, научном творчестве и достижениях этого великого ученого. Ну и вначале хотелось бы сказать о той литературе, которая у нас используется. «Галилея» написано даже немного, а очень много. И вот из всего того, что у нас есть, мы выбрали здесь две книги. Ну, во-первых, эта книга стандартно, мы очень часто к этой серии обращаемся, серии «Жизнь замечательных людей». Вот такая книга, которую написал Альберт Энгельбертович Штекли. Издана она в 1972 году «Москва. Молодая гвардия». Ну и тут нужно сказать, что Штекли вообще занимался достаточно много историей науки, философии, вообще различных родов общественно-политической мысли, эпохи Возрождения, раннего и нового времени. У него, например, можно найти исследования, посвященные Томасу Мюнцеру, можно найти исследования, посвященные, например, утопическому социализму, и Томасу Мора, и Томасо Кампанелло, и так далее. Но история с «Галилеем» здесь особенная была у этого советского ученого. Дело в том, что свою кандидатскую диссертацию в 1964 году, что символично в год 400-летия со дня рождения Галилея, Штекли защитил как раз по жизни и творчеству Галилео Галилея, как кандидат исторических наук. Ну и чуть позже все эти материалы были переработаны вот в эту замечательную книгу, одно из лучших исследований, посвященных Галилею, где, соответственно, автор описывает все основные моменты, связанные с его жизнью и деятельностью. Ну и также мы будем использовать и обращаться сегодня к пьесе Бертольда Брехта «Жизнь Галилея». Мы, наверное, с рассказа о ней вкратце и начнем. Дело в том, что Брехт написал именно... Для него важен даже не то, что сам образ Галилея, а вообще эта пьеса по большому счету о научном творчестве, о проблемах научного творчества и о том, какую ответственность несет ученый перед обществом. Ну и, соответственно, у Брехта, у него состоит его пьес из ряда частей. Сначала в первой части начинается с того, что Галилей намерен доказать правильность Коперниковской системы, устройства Солнечной системы. Затем, соответственно, он оказывается в Венецианской республике, показывает там свое изобретение телескоп и дарит его республике. Затем он открывает небесные явления, небесные тела и все чаще убеждается в правильности теории Коперника. Затем он приезжает в Венецианскую республику и, соответственно, там вступает в конфликт с тамошними учеными. Затем рассказывается о его сложной работе в период эпидемии чумы, когда, кстати, Галилей еще и как врач действует и работает, и, соответственно, продолжает заниматься научными исследованиями. Далее, соответственно, он рассказывает о том, как Инквизиция запрещает учение Коперника и фактически вынуждает Галилея отречься от своих взглядов. А также Брехт уделил внимание тому, как учение Галилея распространяется в народе. Там есть эпизод с карнавалом 1632 года, когда именно города Италии выбирают астрономию, темы астрономических процессий, памфлетисты, певцы поют об этом и так далее. Ну и, соответственно, особенно сложная вот эта завершающая часть книги Брехта, где, соответственно, рассказывается о том, как Галилей находится фактически в заточении, под наблюдением Инквизиции. Единственное, кто находится с ним, с кем он делится своими переживаниями, является, соответственно, Андреа Сарти, его верный ученик, с которым и выстроится в завершении этой пьесы «Идеология Галилея». Ну, мы начнем с рассказа. Галилей родился, согласно биографическим данным, 15 февраля 1564 года в городе Пиза, вот этот вид современного города, где даже можно эту знаменитую Пизанскую башню увидеть. Ну и, соответственно, там же прошли первые годы, прошло его детство, отрочество, юность. Ну и, соответственно, его отец был в своем роде довольно известным человеком. Имя Винченцо Галилея можно найти во многих музыкальных справочниках, энциклопедиях. Винченцо Галилей был известен во всей Италии музыкантом и теоретиком музыки. Вот, однако он не хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Винченцо хотел видеть своего сына врачом. И, соответственно, по его настоянию, вот с чего, собственно говоря, начинается вся деятельность Галилея, он поступает, юный Галилея, в Пизанский университет. И, соответственно, здесь, в Пизанском университете, он прежде всего изучает медицину, и, по сути, он получает диплом медика. Однако медицина, хоть ей обучался Галилей, всерьез его не увлекала, хотя сообщает, что в период различного рода эпидемий, которые были, он практиковал как врач. Но, тем не менее, юный Галилея собирался стать художником, он пробовал себя в области живописи, но, в общем-то, как полагают его работы именно в сфере живописи, большого успеха не имели, они не были никем оценены. И занятие живописью Галилея забросил. Поэтому он, прежде всего, увлекается в период обучения в Пизанском университете философией античности, и довольно неплохо ее осваивает, а также увлекается геометрией. Ну и впервые, как считается, ознакомился там с учением польского ученого Коперника. Ну а, соответственно, далее он совершает поездку в Рим, где знакомится с научным сообществом, и начинает публиковать первые работы. В частности, первые работы его датируются дошедшие до нас 1586 годом, где юный еще Галилей пишет о гидростатических весах и центре тяжести твердых тел. Затем, соответственно, он остается на кафедре по окончании, значит, преподает в Пизанском университете несколько лет, работает он на кафедре математики, преподает соответствующие дисциплины, ну и, соответственно, работает над сочинением о движении, и в частности проводит опыты с падающими телами, и, соответственно, чаще всего можно найти информацию, как он бросал эти тела с Пизанской башни и занимался наблюдением, проводил наблюдения, эксперименты. Затем юного ученого приглашают на работу в достаточно престижный Падуанский университет, куда он пребывает в 1592 году. Здесь же, соответственно, преимущественно он читал лекции по трем предметам, алгебра, геометрия и фортификация, а также периодически уже в завершении работы в Падуи начинает читать лекции и по астрономии. Главное, чем заинтересовался в то время Галилей, это доказательство верности системы Коперника. По официальной оценке странной, скажем, церкви, в то время системы Коперника еще не было. Ну и далее, соответственно, он в это же время занимается своими изобретениями, например, создает пропорциональный циркуль, пишет руководство действия циркуля геометрического военного, открывает закон падения тел, создает зрительную трубу и первый пробный телескоп. Ну и считается, что Галилей проводил наблюдения за Юпитером, Венерой, Сатурном, а также писал различные исследования, например, рассуждения о телах, пребывающих в воде, письма о солнечных пятнах и так далее. Ну и, соответственно, также он публикует работу, наблюдая, значит, соответственно, океан, он пишет работу о приливах и отливах. То есть целый ряд работ. Вообще, надо сказать, что Галилей был в значительной степени вот таким вот универсалом, и, в общем-то, он так или иначе занимался самыми разными науками. Благоуровень развития наук был не слишком высок в массе своей, и ученый действительно мог себе позволить не узкую специализацию, а, что называется, очень серьезно и универсально работать по целому ряду отраслей и направлений. Ну а затем, соответственно, Галилей приезжает в Рим. Он действительно некоторое время находился в Риме, где, соответственно, пишет и работа о пробиранных весах, послание к Инголе, диалог о двух главнейших системах мира и так далее. Ну и, соответственно, в 1616 году, вот когда было принято учение, учение Коперника было фактически запрещено, Галилей продолжал в аудиториях во время ученых диспутов защищать мысль о движении Земли, несмотря на высший папский декрет. Ну и, соответственно, далее, что называется, у Галилея начались определенные проблемы. Но дело в том, что Коперник в известной степени оказался для Галилея неким таким образцом. Галилей изучил его труды и принял верность его учения, а Коперник, собственно говоря, оказался первым, кто впервые поставил под сомнение систему Птолемея. И, в общем-то, главное, в чем заключалась суть вопроса, то есть, как бы остальные труды исследований Галилея, в общем-то, мало волновали господушую католическую церковь, но суть вопроса заключалась в том, что церковь категорически отрицала то, что Солнце у нас неподвижно, Земля вращается вокруг нее, отставила систему Птолемея о неподвижности Земли и Солнце, вращающееся вокруг него. То есть, возник спор вот этой гео- и гелиоцентрической системы мира. Но при всем при этом ведь Галилей знал безусловные о судьбе Джордана Бруна, который был за эти же взгляды, за высказание поддержку теории Коперника, а также за то, что он высказывал идеи о бесчисленном множестве миров и отстаивал свои взгляды и не отрекся о них, который был в 1600 году сожжен на костре, как мы знаем. Поэтому, соответственно, вот эта история, она давлела над Галилеем. Ну и, соответственно, тут нужно сказать вообще историю, что Галилео Галилей, в общем-то, на тот момент, когда все это учение стояло под сомнение, был человеком достаточно немолодым, ему было за 60. Это, по сути, уже по меркам эпохи возрождения старик. И вот, соответственно, в 1632 году инквизиция вызывает его в Рим, где, соответственно, в течение нескольких месяцев шли допросы и давление на ученого. Ну и, соответственно, в 1633 году Галилей, дата 22 июня, официально отрекается от своего учения. Однако, вплоть до своей смерти, по сути, Галилей находится под надзором инквизиции. Он фактически прекратил все свои исследования в области астрономии. И, в общем, по большому счету, последние несколько лет Галилей занимался математическими исследованиями. В частности, из его работ, наиболее известных, в это время вышла работа «Беседы и математические доказательства». В чем, соответственно, заключается, как таково, значение. Потому что Галилей написан в любом учебнике истории, в любом учебнике, связанном с любыми точными науками. Во-первых, он одним из первых использовал телескоп и сделал ряд весьма важных открытий. Во-вторых, Галилей был основателем экспериментальной физики, которая проверг умозрительную метафизику Аристотеля, которая шла еще с времен античности. Галилей положил основу такзаме классической механики, последствия доработанной другими учеными, прежде всего Ньютоном. Галилей был одним из тех, кто наряду с Коперником и Джорданом Бруно начал одним из первых отстаивать теорию гелиоцентрической системы. Кроме того, он уделял большую роль, на чем основана и вся современная физическая наука, именно роли эксперимента. То есть, мысль Галилея – это один из основоположников экспериментальной науки, что умозрительной науки быть не может, что все точные науки должны строиться обязательно с использованием методов наблюдения и эксперимента. В известной степени учение Галилея наносило удар по всей средневековой психоластике, по учению католической церкви. Ну и тут нужно сказать, что то, что начал Галилей, то, что затем перенял у него, допустим, Рене Декарт и целый ряд других ученых, это именно рационалистический подход вообще в науке. То есть, использование науки любой, опираясь прежде всего на метод рационализма и отказ от любых умозрительных схем. Ну и также изучение планет, то, что Галилей пытался делать в частности, изучение Меркурия, Венеры, Марса, Сатурна и так далее. Занимался, скажем, у нас Галилей и теорией вероятности. Он считается одним из тех, кто заложил основу этой дисциплины. Соответственно, в основном Галилей занимался тем, что бросал игральные кости и пытался вычистить вероятность выпадения определенных цифр, чисел. Для него это было очень важно. Ну и, соответственно, также нужно сказать, что с Галилеем связан целый ряд изобретений. Покажем только некоторые из них. Первый, соответственно, занимался гидростатическими весами, то есть то, что позволял взвешивать различного рода предметы. Это было тогда новое слово в науке. Например, изобретение циркуля и термометра. То есть первый термометр без шкалы, который был, как называлось, термоскоп, 1592 год. Ну и, соответственно, это позволяло фиксировать определенную температуру, то есть ее повышение и понижение и так далее. Ну и циркули, да, пропорциональные циркули, которые используются активно в чертежном деле. Вот, также это, соответственно, изобретение телескопа. Конечно, по нынешним меркам этот телескоп может быть плохого качества. На тот момент это было нечто такое вот революционное. И этот телескоп, пусть и примитивный по нынешним меркам, позволял заниматься наблюдением планет и так далее. Это было очень важно вот именно для науки того времени. Ну и нужно сказать, что есть вопрос об увековечении памяти Галилео-Галилея. Здесь сам различным образом. Тут приведем просто ряд примеров. Вот есть, например, такой зонд, который до сих пор используется для наблюдения космических планет, тел. Он называется у нас зонд Галилео. А также у нас есть определенная система спутниковой навигации, которая используется в самых разных сферах. Вот, вообще, то есть названы в честь ученого Галилео. Также у нас, например, есть в Италии, значит, например, интернациональный аэропорт с названием Галилей. Вот такой, например, у вековечной памяти ученого. Плюс, соответственно, ну, например, можно назвать монету 10 лет назад, как раз в 2014 году, к 450-летию, памятная монета номиналом 2 евро, где, соответственно, на оборотной стороне изображен Галилей. Ну и, соответственно, есть почтовые марки. Вот, например, такую почтовую марку к 400-летию со дня рождения ученого выпустили в Советском Союзе. Ну, в Советском Союзе, прежде всего, рассказ об этих ученых, в частности, Галилео добавлялся еще и выпадами против церкви. Его такой вот антирелигиозная это была пропаганда, реакционная сущность церкви, которая преследовала прогрессивных ученых. Вот, но, соответственно, да, в этом была и доля истины. И в данном случае вот, например, такая марка. Ну и также можно вспомнить развлекательную программу Александра Бушнова, которая называлась у нас Галилео. Ну, эта программа особенно, вероятно, была ориентирована на тех детей, коим интересовали, естественно, научные знания, где в такой, в простой, достаточно доступной форме это подавалось. Ну и, соответственно, также программа была названа в честь итальянского ученого. Ну и впоследствии была признана верность учения Коперника, то, что оставил Бруно, верность учения Галилея. И вот появился вековечный памятник, вековечный в виде памятников. Вот, среди многочисленных памятников, поставленных ученым, есть, например, такой памятник Флоренции. Вообще его очень почитают в разных городах Италии. И, соответственно, как одного из наиболее выдающихся своих соотечественников. И здесь вот мы можем это наблюдать. Ну и нужно сказать еще так же, что образ Галилеи есть и в искусстве. Ну вот есть, например, у нас пример спектакля «Жизнь Галилея». Нужно сказать, что вообще, когда Брехт написал эту пьесу, он впервые поставил ее в своем театре. И практически сразу после Второй мировой войны приезжал с гастролями театра Брехта. И там актер Эрнст Буш играл роль Галилея. И, в общем, тогда у Юрия Петровича Любимова, когда он создавал свой театр на Таганке, один из первых спектаклей, где он тогда молодого еще актера Владимира Высоцкого пригласил испорт роль Галилея. Это был как раз спектакль «Жизнь Галилея». Можно найти, в принципе, небольшие фрагменты, где Высоцкий рассказывает об этой роли. Можно найти монолог, который читает. Но там не сценарь спектакля, а сам Высоцкий читал монолог Галилея. То есть, если вот кого-то театральная история интересует. Тем не менее, пьеса Брехта была одним из очень достаточно популярных и многократно ставилась по всему миру во всех театрах. Ну и, наверное, лучшим памятником вообще истории Галилея это является развитие его науки, астрономии. Той науке, которая оказалась для Галилея, несмотря на то, что он занимался много чем, она оказалась, наверное, основной, оказалась любимой. Именно это посвятил большую часть жизни и мечтал о ее развитии. Ну и, соответственно, это нашло выражение в многочисленных энциклопедиях, справочниках по астрономии, где обязательно упоминается имя Галилея у Галилея. И то, что, значит, Галилей создал вклад в эту науку или вклад ее в физику, совершенно невозможно переоценить. И, безусловно, он совершенно достойен упоминания во всех этих учебниках, пособиях и так далее. Но нам бы еще в конце хотелось бы остановиться на небольшом фрагменте из пьесы Брехта «Жизнь Галилея», просто чтобы у нас не было рассказа как об ученом. Брехт ведь интересен тем, что об ученом Галилее мы знаем много. О человеке, как Галилее, как и человеке, известно весьма немного, потому что, собственно, жил он достаточно давно. Каких-то он воспоминает не писал, о нем тоже мало, может, кто вспоминал. Но Брехт пытается создать образ человека. Для него Галилее – это не просто ученый, это человек думающий, человек сомневающийся, человек боящийся чего-то. И вот очень есть интересный эпизод о том, как в конце, во время пребывания под надзором инквизиции, в конце жизни беседует Галилей с своим учеником Андреа Сарти, который находится рядом с ним. И вот что он говорит в конце. В конце мы видим, что Галилей разочаровывается в самом себе. Он буквально ненавидит и презирает себя за свое отречение от своих взглядов. И здесь он, конечно, сравнит себя с тем же Джорданом Бруно, который не отрекся от взглядов и принял мученическую смерть и так далее. И вот Галилей рассуждает об этом случае в диалоге с своим учеником Сарти. Вот что он говорит. «В свободные часы, а их у меня теперь много, я разбирал свой случай и размышлял о том, как будет судить о новом научном мире, которому сам я уже не принадлежу. Даже торговец шерстью должен заботиться не только о том, чтобы подешевле купить и подороже продать, но и же о том, чтобы вообще можно было без всяких помех торговать шерстью». Научные знания требуют, мне кажется, в этом отношении особого мужества. Наука торгует знаний, знанием, добытым с помощью сомнения. Доставляя знания обо всем, она стремится заразить всех с сомнением. А князья, помещики и священники окутывают большинство своего населения с жемчужным туманом сейвирий и старых слов, скрывающих их махинации. Нища Томас стара, как горы, и Самвонов и Кафедр ее объявляют такой же нерушимой, как горы. Наше новое искусство сомнения привело в восторг широкие слои общества. Они вырвали у нас из рук телескоп и направили его на своих мучителей, на князей, на помещиков, на попов. Жадно, пользуясь плодами науки, эти эгоистичные, жестокие люди почувствовали, что холодный взгляд науки направлен на тысячелетнюю, но искусственную нищету, которую явно можно устранить, устранив их. Они стали сыпать нас угрозами и взятками, перед которыми не в силах устоять слабые души. Но можем ли мы отмежевываться от масс и все же оставаться учеными? Движения небесных тел стали обозримы, все еще темны для народов движения их властителей. Битва за измерение неба выгорана благодаря сомнению, но из-за легковерия римские домохозяйки будут снова проигрывать битву за молоко. Наука сарти имеет отношение к обеим битвам. Человечество, ковыляющее в жемчужном тумане суеверий старых слов, слишком невежественно, чтобы полностью развернуть собственные силы, и будет неспособна развернуть силы природы, которую вы ему открываете. Для чего вы работаете? Я считаю, что единственная цель науки состоит в том, чтобы облегчить бремя человеческого существования. Если ученые, запуганные корыстными властителями, удовлетворятся тем, что будут накапливать знания ради знаний, наука может стать калекой, а ваши новые машины принесут лишь новые неприятности. Со временем вы можете открыть все, что только можно открыть, и весь ваш прогресс будет только уходом от человечества. Пропасть между ним и вами может в один прекрасный день оказаться так велика, что эхо вашего ликования по поводу какого-то нового достижения будет всемирный крик ужаса. Как ученый, я имел неповторимую возможность. В мое время астрономия вышла на рыночные площади. При этих совершенно особых обстоятельствах стойкость одного человека могла вызвать большие потрясения. Если бы я устоял, естествоиспытатели могли бы ввести в обиход что-то вроде Гиппократовой клятвы врачей, торжественное обещание применять свои знания исключительно на благо человечества. А при нынешних обстоятельствах самое большее на что можно надеяться это породы изобретательных карликов, которых можно нанять для чего угодно. К тому же я пришел к убеждению Сарти, что в настоящей опасности я никогда не был. В течение нескольких лет я обладал той же силой, что и властители. И я отдал свое знание властителям, чтобы они употребляли его, не употребляли его, злоупотребляли им, как-то найдут нужным для своих целей. Я предал свою профессию. Человека, сделавшего то, что сделал я, нельзя терпеть в рядах науки. Вот такой взгляд. Ну, конечно, мы не можем в реальности знать, о чем, так сказать, думал Галлиев, в чем он разочаровывался, но несмотря на эпизод с отречением Галлиев-Галлиев, естественной степени своей учений, несмотря на последние, проведенные им такие драматичные, трагичные годы своей жизни, это ни в коем случае не умаляет заслуга этого ученого перед, естественно, научными знаниями.